Откроют ли в ближайшее время банкетные залы, в каком режиме будут работать кафе и рестораны в месяц рамадан и как проходит вакцинация. Об этом говорили на очередном заседании оперативного штаба республики. Прошло оно под руководством в Рио главы региона Сергея Меликова. Ума Ибрагимова расскажет подробнее. В Дагестане наблюдается небольшой прирост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил руководитель Роспотребнадзора Николай Павлов. Это происходит из-за того, что граждане не соблюдают предписание ведомства. Люди перестали носить маски и начали чаще посещать массовые мероприятия. Говорили на совещании и о вакцинации. По последним данным, более 24 тысяч человек сделали прививку от коронавируса. Положительная динамика наблюдается в районах. На вчерашний день 98% вакцины было израсходовано. Вакцина оставалась в высокогорных районах. Мы не делали ее перераспределение, потому что понимали, что территория по из-за вопросам отрабатывала. Вчера в три часа поступила вакцина 3100 доз. Она оперативно была распределена и доведена до медицинских учреждений в органах Чикаго, потому что там сложилась очередность как по Министерством и ведомствам, так и по населению для проведения вакцинации. Меньше месяца осталось до священного месяца Рамадан. Вопрос, будут ли открыты кафе и рестораны на время ифтара и сухура, стал одним из ключевых на заседании оперштаба. Бизнесмены утверждают, в обеденное время в этот месяц выручки практически не будет, а требование не работать после 11 часов ночи может их разорить. Потому что именно в это время дагестанцы в Рамадан и посещают заведения. Это огромная отрасль, которая включает в себя более 100 тысяч работников. Я не говорю о банкетных залах, я говорю о ресторанах, кафе республики. И мы сегодня этими решениями, мы просто огромное количество людей оставим на улице. У нас, у рестораторов не будет возможности им давать зарплату при вот такой работе. Давайте определим время, когда ресторан должен работать. 10 часов, значит 10 часов, 12 часов, значит 12 часов. Но именно в то время, когда они будут посещаемы. Снять ограничения просят и владельцы банкетных залов. Представители Роспотребнадзора и мэрии Махачкалы против. Они считают, что это может быть небезопасно. Окончательное решение будет принято уже в ближайшее время. До конца недели оформить и представить мне предложение, жесточайшие предложения по работе банкетных залов. Я это поручаю, значит, министру промышленности и торговли вместе с Муратом Долгатович вами. В эту работу вовлечь представителей не только бизнеса, но и общественности. И, безусловно, эту работу проводить под контролем Роспотребнадзора и Минздрава. Сергей Меликов также отметил, что несколько дней в городах республики остро стоял вопрос об отсутствии воды. Пока проходили ремонтные работы, власти на местах обеспечивали подвоз воды. Конечно, не хотелось бы, чтобы такие истории повторялись, но уже умение руководства реагировать на эти процессы. Говорит о том, что с ноября месяца изменения в стиле работы вашей произошли. Ну а дальше наша задача – это стремиться к тому, чтобы мы создали устойчивую систему как реагирования, так и изменили саму систему водоснабжения в Дагестане. Потому что такой объем чистой питьевой воды, как в Дагестане, никто себе позволить не может. Но при этом мы воду пьем грязную. Вне повестки обсудили еще один вопрос о состоянии республиканского кожно-венерологического диспансера. По поручению Сергея Меликова туда была направлена комиссия, которая осмотрела медучреждение. Принято решение возобновить и ускорить ремонтные работы. Ума Эбрагимова, Махарбека, Мария Пикамила Раджабова. Время новостей.